Добрый вечер, Россия в прямом эфире. Ему заказали самого Березовского. Киллер номер один, так называли Алексея Шерстобитова по прозвищу Лёша Солдат. Исполнитель самых громких заказных убийств 90-х. Тюрьма заставила его многое переосмыслить. Почему он выжил в этой бандитской мясорубке 90-х? И как вообще получилось, что он, потопственный военный, кавалер ордена за личное мужество, превратился в хладнокровного убийцу? Уникальное свидетельство эпохи в эксклюзивном интервью в прямом эфире. Прадед Шерстобитова служил ещё в царской армии. С детства Лёша мечтал быть офицером. Ещё мальчиком умел обращаться с оружием. А по окончании школы поступил в Ленинградское высшее училище железнодорожных войск. Он рано женился. В семье подрастал наследник маленький Илья. Когда молодой офицер попал под сокращение, новые знакомые по спортзалу предложили послужить им. Обеспечить безопасность нескольких торговых палаток. Так Старлей Шерстобитов стал бандитом, а потом и одним из самых опасных убийц. Его мишенями становились известные бизнесмены, политики, лидеры преступных группировок. 12 только доказанных убийств. Шерстобитова ловили больше 10 лет. До ареста даже следователи не были уверены, что этот мифический Лёша-солдат вообще существует. Одной из жертв Шерстобитова стал столичный ресторатор Иосиф Глотцер. Сегодня в нашей студии его брат Юрий Глотцер. Здравствуйте, Юрий Александрович. Юрий Александрович, я представляю, как больно вам снова это вспоминать. С каким чувством вы посмотрели первый раз в глаза Шерстобитову? Ой, мне так сложно сказать. Но, конечно, с чувством ненависти и какого-то презрения этот человек, который убил моего родного брата, которого я, естественно, очень сильно любил, и он был старше меня на 10 лет, и всегда был для меня авторитетом, потому что мы жили в семье без отца, и для меня он был, как бы, вдвойне дорог. И я не мог к этому человеку, естественно, относиться с какими-то другими чувствами, как чувство ненависти. Вот тот человек, который выстрелил в висок вашему брату. Но я читал вот ваше заявление в суде, где вы просите для него снисхождения. Это поражает. Почему вы просили для убийцы вашего брата снисхождения? Это было не заявление в суде, это было моё выступление. И я просил снисхождения, исходя из тех соображений, что этот человек, как мне казалось, и я, наверное, в этом не ошибся, он сотрудничал со следствием. Он давал все показания, и буквально с первой же минуты, насколько мне это известно, и судя по тем документам, которые мне были представлены, я видел, что он достаточно искренне как бы давал и называл имена, фамилии, детали. Вот видите, в ваших глазах вот то, что он сотрудничал со следствием и даже признавал свою вину, это как-то его даже немножечко, ну, не то чтобы оправдывало, но в какой-то степени оправдывало. Вообще в глазах многих людей такие поступки и судьбы вот таких людей, как Шерстобитов, они оправдываются ещё, как говорят, вот самим этим временем, его ещё называют лихими девяностыми. Вот сам киллер, то, что происходило тогда в стране, называет гражданской войной. Давайте услышим исповедь Лёши Солдата. Была война, она сродни гражданской, ну, там народу погибло столько, что не я сказал, я написал миллион, два миллиона, это ничего себе. И миллион, причём погиб, просто надо понимать, это поколение, ну, пускай два поколения, там молодые люди от 20 до 35, там других-то не было. И вот эти вот люди, а куда они делись, собственно говоря? Это же не, я не знаю, там это не революция, это называется разборки, какие разборки, разборки во дворе друг другу мордно били. Вот на какие мысли, мысли об эпохе толкнула Алексея Шостобитова, в том числе и тюрьма, и то раскаяние, которое с ним там сейчас происходит. Вы верите в него? Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы акцентировать внимание вот на выступление нашего гостя. Я считаю, что снисхождение попросил он не иначе, как испугавшись данного персонажа. Я, кстати, отношусь к этому с пониманием, это мое субъективное воспозрение. Что касается Лёша Солдата, то я считаю, что это не покаяние, нет. Это просто человек решил, дабы облегчить свою судьбу, просто перевоплотился на время, для того, чтобы ему предоставили условно-досрочное освобождение, либо еще что-то. Этот человек неисправим. Этот человек, когда вот у него проводили обыск, а я как бывший начальник криминальной милиции это ответственно заявляю, у него нашли блокнот, и в блокноте написано, человек в отсутствии опасности мельчает. Понимаете, да? То есть это его образ жизни. Поэтому то, что сейчас вот я услышал, это такое сиюминутное, такая просьба, которая адресована обществу для того, чтобы его поняли и вроде бы как простили. Но когда он выйдет, будет то же самое. И, кстати, ему же совет, ему выходить никак нельзя. В течение месяца-двух его просто убьют. Те же заказчики, которых он заказы выполнял. Да, он говорит, что и сам этого опасался. Но для нас сегодня это живой и свидетель этой эпохи, настоящий свидетель. Значит, никакой гражданской войны не было, хотя нас пугали псевдодемократы постоянно гражданской войной. Была бойня, развязанная между группировками за сферы влияния. Я тогда работал, помню это хорошо, за сферы влияния и не щадили никого. И такой, как Леша, солдат их, он не один был. Государство полностью отпустило вожжи и предоставило бизнесу самому себя охранять. Александр Ильич, 2 миллиона человек, признавшись в 100 битвах, и не на каждой гражданской войне столько погибших. Ну, откуда он знает, какие еще 2 миллиона погибло? Какие реальные цифры? Вот есть цифры? Ну, я вам могу сказать. Да, именно погибших в этих так называемых разборках. В год, в год. От рук не киллера. В русском языке есть хорошее слово душегуб. А в блатном жаргоне мокрушник. Но не киллер. Гибло до полутора тысяч человек в год. Это примерно был 95-й, 96-й, 97-й и немножко 98-го. Ну, откуда миллион? А сколько полегло самих бандитов? Бандитов полегло много. Они знали, зачем шли, куда шли. Пехоту били просто так. Да, но мы именно про это, Антон, сейчас и говорим. Ведь это люди могли заниматься другим, быть полезными для страны, а пошли в бандиты. Даже с самим Шерстабитовым это произошло. Он должен был быть военным и был офицером. В каком-то смысле это потерянное поколение. Ну, сложно сказать, был ли он офицером, да, потому что даже по прозвищу Леша Солдат, даже бандиты его не признавали офицером. Потому что у офицера в первую очередь есть офицер. Это предатель, это просто предатель. Но как он им стал? Как он сделал этот первый шаг по ту, другую сторону баррикад? Как он вошел в этот мир ОПГ? Вообще, знаете, в ту пору многие группировки формировались в спортзалах. Вот и Алексей на исходе 80-х увлекался силовым троеборьем и ходил в качалку. Там он и познакомился с основателем медведковской преступной группировки Григорием Гусятинским. Но как авторитет уговорил офицера убивать? Сам Алексей рассказывает, что его заставили чувствовать себя должным. Попросили спрятать сумку с оружием. Шерстобитов говорит, что и не догадывался, что его подставили. Спрятанной сумки на следующий день на месте не оказалось. И тогда ему поставили условие. Через неделю все оружие ты должен найти. А вот что было дальше. Давайте услышим. Скажи, что, дружище, ты должен. Вот давай, либо можешь твою жену на панели выставлять, или там, я не знаю, что там. Мы тебя как торпеду запустим, давай, думай. Поэтому вот уже поставили перед фактом. Скажи, вот там есть такой человечек, нужно его исполнять. Я думаю, я тут причем. Это так называлось? Нужно его исполнить? Ну да, да. Так вот старались такие слова красиво вставлять. Я сначала не понял, а потом, когда мне революцию с глушителем протянули, я уже понял, что, наверное, что-то это, это я должен иметь отношение к этому ко всему. Ты сейчас мне могут сказать, ну, у тебя был выбор, ты мог исчезнуть, взять семью и исчезнуть. Да я мог взять семью и исчезнуть. Ну, на сколько? Во-первых, куда? Во-вторых, на какие деньги? Во-вторых, каким образом? А в-третьих, маленький ребенок, супруга, теща, теща, если исчезает, то это исчезает, обрезается весь сразу круг общения. А как? Деньги нету. Как исчезнуть? Куда исчезнуть? Куда я поеду? Но ведь правда легко говорить нам, людям, которые не оказались в этой ситуации, которых не шантажировали семьей, что был же выбор. А вы как думаете, был выбор в тот момент все-таки? Идти убивать или не идти убивать? Выбор есть всегда и есть у всех. Это первое. Но мы можем, ни одну человеческую смерть невозможно оправдать. Особенно перед лицом родственников, близких, погибших. Ну а шантаж семьей, если выбор стоит, либо убьют себя, либо ты пойдешь убивать, или убьют твою семью, или ты пойдешь убивать. Вот так часто ставился вопрос, вот как это произошло с судьбой стабильности. Вам лично предлагали выбрать? Не, никогда. Мне тоже, я в 90-м году пришел на эпохи развала страны из армии. Тоже мне никто не предлагал. Почему ему это предложили? Значит, он сам захотел туда войти? Во-первых, в группировках никогда так не подбирали людей, что либо ты идешь, либо мы тебе сейчас. Конечно. Таким образом душа глупого. Но он объясняет, что был медленный, аккуратный такой же вантаж, давление через семью, обработка. Я не могу поверить, что это волевой человек, он очень волевой человек, смелый, мужественный, надо отдать должное. И сильный. И чтобы его запугать из-за какой-то сумки, извините, он уже был в группе. А вот теперь феномен в чем заключается? Почему он ушел туда, будучи офицером? Что случилось? Ведь мы до сих пор думаем, что же такое Котовский? Был бандит, стал революционер. Вот в эту эпоху переходного периода ломаются характеры. Вспомните, вот вспомните, как относились к армии. В тот период 90-е годы форму переставали носить, потому что их били на улицах. Это же мы помним и видели, как относились к офицерам. Он это тоже все видел. И вот такая натура, как он, взрывная, волевая, он уходит в группировку. Желать надо, его уже армия не влечет. У него злоба внутренняя к власти кармии. Но он выбрал это сам. Это его личный выбор. И он выбирает группировку. А уже душегубом и киллером стал Котов. Но вы знаете, я вам сейчас текущу, просто хочется очень в контексте нашего разговора услышать то, как сам Шерстабитов описывает на профессиональном таком даже сленге эту свою профессию, профессии киллера, убийцы. Как он про это говорит? Вот то, как он про это говорит, нам поможет что-то понять и про него, а значит и про это время. Давайте услышим. Чик идет, вот он идет. Ты оружие держишь, то есть галочка, она там тоже понимает, что этот объектив, это показывает в фильме, что там голова вовесе объектив, ничего подобного. Там маленький человечек, галочкой ты чуть ли не голову накрываешь, то есть не так все это видно там хорошо. И ты вот идешь, немножко предупреждает, и галочкой, там точкой перекрестили, чем угодно, то есть ту часть тела, куда надо выстрелить. И потихонечку убираешь спуск, спускай крючок. Одно из самых громких убийств в первой половине 90-х, это убийство Атари Квантришвили. Стрелял в него Шерстобитов. Детали этой операции и женщина, которая побывала на прицеле у Шерстобитова, через пару минут в прямом эфире. Россия в прямом эфире. Ему заказали самого Березовского. Киллер номер один. Так называли Алексея Шерстобитова по прозвищу Леша Солдат. Исполнитель самых громких заказных убийств в 90-х. Тюрьма заставила его многое переосмыслить. Почему он выжил в бандитской мясорубке 90-х? И как вообще получилось, что он, потомственный военный, кавалер ордена за личное мужество, превратился в хладнокровного убийцу? Это уникальные кадры оперативной съемки. Самое громкое убийство первой половины 90-х. Убийство главы фонда социальной защищенности спортсменов. И, как многие считали, одного из самых влиятельных воров в законе. Атари Квантришвили. Стрелял киллер Шерстобитов. 5 апреля 94-го года Шерстобитов приехал к Краснопресненским баням, где парился Квантришвили с друзьями. Киллеру показали только фотографию будущей жертвы и сказали имя. Атарик. Шерстобитов занял позицию на чердаке дома в переулке неподалеку. Оттуда хорошо просматривался выход из бань. Через полчаса, когда Квантришвили оказался в поле его видимости, Шерстобитов произвел три выстрела. В сердце, шею и голову. Раскрыть самое громкое преступление первой половины 90-х смогли только спустя 12 лет, после задержания Леши-солдата. Но интересно, что, выполняя этот заказ, он выполнил его не до конца. Давайте услышим Шерстобитова. Атарика я знал как одного из лидеров, я уж не помню никого. Какой-то авторитет преступный. Вот так вот я знал. Вот так мне превозносили, потому что с ним все время встречались наши, не наши, а с ним встречались. Кто-то там встречался, с бригадами встречались. Я знал ситуацию, когда он настрел кого-то посылал, там еще что-то такое было. Вот это все я знал. То есть вы это говорите к тому, что вы знали, что это, ну, в общем, нехороший человек? Вот это одна из мотиваций. Если я давал себе понять, что это действительно так, я делал это, ну, я мог тебе иступить через себя. Ага, вам было легче убить плохого человека, когда вы знаете, что это было? Совершенно точно, да, совершенно точно. А вот, когда, конечно, потом уже ты понимаешь, что, а кто ты такой, что решать, в принципе, плохой человек, а не плохой человек. Я-то, он, по крайней мере, я не знаю, что он кого убил. Я не знаю, что он не убил ни одного человека. Я вообще ничего не знаю. Его вы убили, а человека, который бросился ему на помощь, не испугался. Пули вы не стали поэтому убивать? Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, во-первых, поразил сам факт, потому что до этого то, что я видел, то, о чем я слышал обычно, люди разбегались. То есть этот человек вот прям кинулся, я прям удивился. Посмотрел, он просто в винтовку положил, пораженную шел. Дальше чего, что он скажет, не важно. Вот это действительно поступок. Мужчина должен совершать поступки. Вот один из таких поступков. То есть вы тогда смогли это через прицел винтовки оценить, этот поступок, да? Конечно. И не стали в него стрелять? Да я даже не смог. Но дело-то в том, что Шурстабитов никогда вообще, говоря, не видел этого самого Квантришвили. Он не смотрел телевизор, как он сам потом рассказывал. И для него это было вообще, говоря, туманное дело. И когда его привели на чердак двое, Осип Буторин и Культик, и сказали ему, выйдет вот такой вот мощный грузин борцовской комплекции, и ты вот его заваливай. Он говорит, а если выйдет несколько человек, валей всех, сказали ему. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что вышли, двое вышел Квантришвили, и с ним вместе вышел один известный болец. Ими его называть мы сейчас не будем. Так вот, он интуитивно стрелял в Квантришвили. И вот вы правильно сказали, что когда наклонился над ним его друг, потом уже Шурстабитов говорил, я вообще-то говоря спецназовец, и я не мог вообще, говоря, стрелять в человека, который на поле брони оказывает своему другу помощь. К чему это говорится? К тому, что Шурстабитов был непростой вообще киллер. Вообще говоря, все вот эти киллеры, Пустовалов, Сукач, Шурстабитов, Солоник, все эти люди, это жертвы своего времени. Но они психологически были разные. Про это время мы и говорим, но вот нет ощущения, Антон, что он пытался как-то с собой договориться. Но это же вот Атарик, это же какой-то авторитет, бандит, нехороший человек. Его уложу. А вот другой друг подбежал защитить его. Это настоящий мужик, его не буду трогать. Я вам скажу одну вещь. В бандитских сферах там очень серьезные психологи. И поэтому психологически, конечно, они умели обрабатывать людей. То есть, с одной стороны, человек выкинула система, а с другой стороны, встретили, обогрели, дали 100 долларов, так сказать, посадили в спортзал. И, конечно, человек слабохарактерный, человек делает какой-то определенный выбор. Но тот человек, который делает выбор в свое какое-то благосостояние, с себя и своей семьи, за счет несчастья других людей, он никогда счастлив не будет. И его семья тоже от этого счастлива не будет. Но, знаете, все не так просто, что с Кабитовым, когда вы говорите, что вот про него слабый характер, все-таки он был разведчик. И он все свои умения, которые использовал в армии, очень активно использовал, в том числе и в своей работе, в группировке. Вот даже следователи удивлялись, как было исполнено убийство, в частности, Квантришвили. Вот прежде чем поясним, кто такой Квантришвили, и что там тогда происходило, давайте услышим, увидим эти уникальные кадры, эксклюзивные показания следователя. Вот как он рассказывает об этом самом громком убийстве Квантришвили, первой половины 90-х. Прицельная стрельба вилась, вот обратите внимание, вот снайперская лежка была сделана, кирпичики положены, и слуховое окошко. Весь звук остается внутри, на чердаке. То есть вы из 10 метров этот звук в условиях городского движения, вы его не услышите. Вот обратите внимание, что у него сломанный приклад. Это профессионалы говорят, что никогда из-за этой винтовки больше стрелять не будут. Снайпер привел три выстрела, собственно. Борис, хотел внести небольшую поправку. Говорить о том, что вот там бывший военный, которого там запутали, заболтали бандиты, он пошел убивать, это неправильно. Потому что если мы даже посмотрим, чем он пользовался, его оснащение, его машины, тайники, оружие, как он мог одновременно прослушивать там до 10 человек по тем временам, такой техникой, да, такой аппаратурой оружием не обладали, ну, наверное, там наши спецслужбы точно не обладали. Размирование. Он мог получить любое оружие по заказу. Это курировали конкретные сотрудники спецслужб. Он в своей книге «Ликвидатор», да, «Исповедь ленингдарного киллера», он называет это. Причем его вели с 80-х годов, с военного училища, взращивая вот этого чистильщика, как угодно назовите. Но это абсолютно другая кость. Это абсолютно другая масть. Это не бандит по своей сути, потому что я видел бандитов очень много. Ваня, ты хочешь сказать, что его КГБ, что ли, вело? Ну, он об этом говорит. Он об этом говорит. Он говорит, что в 80-е... Что, неправдоподобно? Здесь единственное, что правило, подробно. Он поднесил. Откуда, скажите, такое оборудование, аппаратура? Ни одна группировка... Да в то время я... Даже, слушай, я в 91-м году, в 91-м году был главка по борьбе с оргпреступностью. То, что имели уголовники, мы не имели. Это мы потом уже стали иметь по техническому оснащению. Ни один уголовник не разобрался в той технике, в которой пользовался... Да ну, конечно. Но согласитесь, никакая техника не спасла его. Он оказался за решеткой все-таки. И сам это признает, что чувствовал, что... А рано или поздно все равно окажется, да. А вот то, что... Таких, таком... Вот мы говорим там честь, честь. Ведь не он же один ушел. Сотни, десятки, тысячи уходили в преступный мир. И более того, во внешней разведке десятки изменников перешли на ту сторону. Почему вдруг изменили, выдали всю агентуру, резидентуру. Мы о них не вспоминаем. А их более тридцати человек. И еще один момент немаловажный. Вы понимаете, психологический. Вот когда мы сидим в этом зале, он же бил человека. Вот человек, это же вот тот дуванчик. Это да. Но он бил врага. В его понимании он стрелял во врага. Потому что это не хороший дядя. Это человек, который идет против его начальника. Идет борьба между группировками. И там никакой пощады нет. Что в Чечне для него враг, тот террорист. Что для этого для него враг. Вот и вот психология была. И вот однажды ему сказали, что его врагом должна стать женщина. Он должен убить женщину. И он ее не убил. Общественного деятеля, предпринимателя Гульнас Сотникову. Она была, уже была под прицелом у Леши солдата. Но что-то его остановило. Он не стал стрелять. Спустя столько лет. Гульнас Сотников. Живая и здоровая. В нашей студии. Здравствуйте, Гульнаса Ивановна. Это звучит страшно. Вот сложно себя представить на вашем месте. Что чувствует человек, который знает, что его уже вели. Что вы были на мушке. И вас от смерти отделяли какие-то вот секунды. Семь месяцев. Не секунды. Я знаю, что семь месяцев он не исполнял заказ. Семь месяцев он вас... Да. Через семь месяцев заказ был снят. Он неизвестен для меня причинам. Для меня это человек, который спас мою жизнь. Спас рискую собственную. Потому что вы знаете, законы этого мира достаточно суровый. Человек, отказавшийся убить кого-то, может погибнуть сам. Умереть сам. Вот, собственно, поэтому я сегодня здесь и готова ответить на ваши вопросы. Вы пришли сказать ему спасибо за то, что он не выполнил заказ. Но почему этот заказ был дан? Я задела интересы очень серьезных бизнесменов на... Это, наверное, не очень очная ставка, а опознание. Да, я присутствовала на опознании. Тогда я лицом к лицу столкнулась с Алексеем. Прозвучала фамилия заказчика. Учитывая время, когда это произошло, я выразила сомнения. И хотя Алексей Шерстобитов конкретно сказал, нет, это именно этот человек вас заказал, я все же до сих пор сомневаюсь, потому что это было в 2000 году, когда развернулась огромная компания, по-моему, дискредитация. Я знала, кем она проплачена. Такая двухмесячная компания проплачена была в прессе, которая не уменьшалась успехом. Мне получилось, и, возможно, я думала, что эти люди могли бы меня заказать. Если все же это тот человек, ну тогда это... Кстати, заказчик один и тот же. И вашего брата, вы имеете в виду, тоже тот же заказчик? Да, да. Это по многочисленным показаниям. Так. И озвучено в суде, и в том числе и Шерстобитов. Это является глава русского золота, некий Александр Таранцев. Действительно, в вашем случае, это тоже этот человек, да, Гольна Саванна? Алексей назвал, да, именно этого человека, но я все-таки не могу быть столь категоричной, это не доказано, неправильно было бы даже называть эту фамилию. Я сказала только, что показания все... Показания, да, показания такие были, я подтверждаю, да, что мне тоже называли эту фамилию. Надо пояснить, что... Понятно, и надо пояснить, что в... Можно сказать, что вот в этой истории Шерстобитова есть и заказ на Таранцева. Он должен был и его убить. Да, я знаю. И Таранцев, я не знаю, как сейчас, но в ту пору был очень хорошо охраняем, и Шерстобитов рассказал, что ему это просто не удалось сделать. Ну, там, вот тот случай, когда подвела техника, поэтому... Поэтому тоже Таранцев был спасен. И ваше примирение с ним во многом состоялось благодаря тому, что тогда не сделал этого выстрела Шерстобитов. Но вашего, вот вашего, рядом с вами, если человек, брата которого Шерстобитов все-таки выстрелил, причем с 50 метров, без подготовки, с огромного расстояния... Он должен был пристреляться ко входу. То есть у него мишень была в ход, и должен был оттуда выйти. Он должен был, ну, как бы, там дежурить и ждать. И в этот момент ему наводящий, или там, я не знаю, как называется это на блатном жаругоне, человек по рации передал о том, что да вот он и вышел. И он без подготовки действительно выстрелил. Для него это был своего рода бизнес. Потому что за каждое убийство, за каждый исполненный или неисполненный заказ, он получал за это деньги. Допустим, за убийство... Вы знаете, это... Он получил 100 тысяч долларов. Справедливо. Раз уж вы заговорили о деньгах, я не мог не задать ему этот вопрос. Как оплачивалась тогда эта работа? Что им двигало? Что заставляло его идти убивать? Есть же целая тарификация, что если это большой, известный человек, это может быть сотни тысяч долларов за устранение. Если среднее звено, то десятки. Менечко по-другому было. Совсем по-другому. Потому что когда был жив Гусятинский, там у него была просто ежемесячная заплата 2,5 тысячи долларов. Сначала 2, потом 2,5 тысячи долларов. Ну и там он сколько хотел, столько и давал. Я уж не помню, за какое-то там преступление он просто дородил сына до этого. У него была малогабаритная квартира, трехкомнатная, вчертанная. Ее у меня на автозаводском. Он говорит, дай поменяемся. Ну вот, мы поменялись без доплаты, соответственно. Вот дальше там, дальше больше. Когда полео поняли, что я, в принципе, значу из себя, что я вообще могу и что я умею, что как мы можем пользоваться, сумма росли-расли, иногда достигая больших сумм, там и 100 тысяч долларов в месяц получалось. Ну, конечно, минус там разные всякие проценты. Даже тоже, как в любой бухгалтерии. Хотя, вот, опять-таки, я говорю, там, в принципе, я не то чтобы не бестнул, потому что вся безопасность и вся эта работа, она требует огромных затрат. То есть одновременно, скажем, я снимал две квартиры. Одна, в которой жила, другая рабочая, в которой я приезжал. То есть я выезжал из жилой квартиры на одной машине, приезжал, на какую-то стоянку еще где-то бросал, доходил пешочком на другой машины, на той машине доезжал до рабочей квартиры, там переодевался, там, менялся, там, как-то внешние шары, и только после этого уже ехал. А это все деньги. Это купить машину, это ее на кого-то оформить, а их две, это снять на кого-то квартиру, одну, вторую, и постоянно их надо менять. Борис Березовский. Самый известный и скандальный олигарх постсоветской страны. Он тоже был... Неминуемой гибели Березовского тогда отделяли вот буквально секунды. Шестобитов уже начинал взводить курок. Почему пуля не достигла своей цели? Через пару минут. Россия в прямом эфире. Он должен был убить самого Березовского. Киллер номер один. Так называли Алексея Шестобитова по прозвищу Леша Солдат. Исполнитель самых громких заказных убийств 90-х. Тюрьма заставила его многое переосмыслить. Почему он выжил в бандитских 90-х? Почему и как вообще получилось, что он, потомственный военный, кавалер ордена за личное мужество, превратился в хладнокровного убийцу? Уникальное свидетельство эпохи. В эксклюзивном интервью прямому эфиру. Покушений на Бориса Березовского было множество. Самое знаменитое – взрыв Мерседеса, олигарха, в котором погиб его водитель. Сам Березовский тогда чудом уцелел. Это была война Березовского с главарем Ореховской группировки Сергеем Тимофеевым, известным вором в законе по гличке Сильвестр. Они не могли поделить 100 миллионов рублей. Когда убить влиятельного олигарха и политика Березовского не удалось, Сильвестр предпринял вторую попытку. На роль киллера был выбран Шерстобитов. Убийца, не знающий промаха. Уж с ним осечки точно не должно было быть. Наверное, никогда, как в тот день, Березовский не был действительно на волосок от смерти. Как Шерстобитов разрабатывал его? И почему задание так и оказалось неисполненным? Услышим киллера. Сказали, надо. Я взял, поехал, отражил работу, которую у него было. Отстреливаю свои. И поехал. Первый раз неудачно, второй раз неудачно, третий раз, когда все произошло. А что значит неудачно? Ну, не было возможности никакой. Потому что он пролетал, как этот. Очень быстро пролетал. И потом человек, имеющий деньги, имеет охрану. Он имеет все возможности для того, чтобы обеспечить свою безопасность. А к тому же тогда у него было, я так понимаю, такие были неприятности с Сильвестром. У него, по-моему, всегда были неприятности, насколько я знаю. И как раз эта возможность, я так понимаю, появилась для выстрела. Только потому, что одна из проблем ушла буквально через вот этот телефонный звонок. А ты потом ее уже понял, узнал, потому что мне аналитики так объяснил. И Гриша уже потом рассказывал, что, говорит, ты как раз попал на тот момент, когда ему позвонил Сильвестр и сказал, что у Сильвестр, скорее всего, что вот проблема исчерпана, он так и вылетел весь раскрытый как раз. И почему он мне сказал, что нельзя стрелять, потому что проблему они решили. То есть между ними на этот период им сказали, что войны у них нет. Вот так вот. А вы его держали уже на прицеле? Да, я уже все. Оставалось там, что расстояние небольшое. И идет команда остановиться, да? Он уже там ворал. Ворал матом. Матом? Да, я понимал, что... Я не буду повторять. Но он, конечно, порадовался, что ничего не получилось с другой стороны. Почему? Потому что слишком высокого полета птица, и, значит, были бы привлечены серьезные силы, чтобы вас разыскать? Да нет, особо тогда не было такой высокого полета птицы. Не просто человек жив остался, вот, на самом деле, очень хорошо. Человек жив остался и хорошо. Говорит, киллер через небольшое время после этого покушения вся страна увидела раскореженный взрывом Мерседес самого Сильвестра. Он погиб. Действительно, то, о чем он говорит, это похоже на войну. И посмотрите, какие силы в эту войну были привлечены. Березовский, это уже близкий к политике человек, и он воюет с вором в законе, с криминалитетом. Это что? К мошеннической политике. Но, тем не менее, влияние было очень большое. Это, значит, и политика была, полукриминальный, и криминал влиял на политику. Вот тут я бы медаль, наверное, дал бы этому... Шерстобитову. Шерстобитову, да. За что, Александр Иванович? За то, что он убил? Я сказал, за то, что столько смертей потом было от Березовского, что они не снились из Шерстобитова. Это же потом все, конечно. А вы можете назвать хотя бы одну смерть? Вот я знал, допустим, Бориса Абрамовича... Ну, зачем мне тут называть потом по судам бегать? Ну, хоть одну назовите, когда смерть была... Нет, вот без судов. Вот просто назовите, когда вы огульно объявляете о том, что Березовский кого-то там заказал. Об этом писали в газетах, почитайте газеты. Ну, я думаю, Александр, что не из тех людей, кто будет голословно что-то говорить... Я просто... Врет. Почему в наглую? Потому что наверняка, ну, Березовский был совсем в другом, как бы так сказать, поле ягода. Человек, который категорически близко не подходил никогда криминалу. Я не являюсь его адвокатом. Да брось, да, да, да. Масловом сознании, да, правда. Вот в данном случае... А это называется улыбкой, это заявление. Вот в данном случае Шерстобитов как раз не врет. Борис. Он говорит правду. Вот. Вы знаете, я категорически против этого высказывания, что Шерстобитов врет. Шерстобитов за все время, как это не парадоксально будет звучать, не сказал ни одного слова неправды. Вот он сказал, человек остался жив, и это хорошо. Как не парадоксально, из моих уст это будет звучать, но вот у нас в суде выступали люди, которых он спас, которым он порекомендовал не связываться с группировкой, не требовать с них деньги. А выступали родственники тех, кого он убил? Выступали. Все выступали. И, в принципе, люди были непосредственно, благодарили его за то, что он... За что вы благодарили? За родственники убитых благодарили? Нет, за тех, которых он спас. Тех, которых он спас, и которые говорили. Послушайте, мы сейчас видим, о чем речь. У нас как будто здесь сейчас программа посвящена некому благодетелю, который споделся из Айя и стал всем помогать. Минуточку. Нет, ну давайте тогда говорить об этом. Я понимаю, что мужчины негодяи мерзают. Существует это непонятно. Да, здесь вопрос в другом. И даже здесь, даже вот в случае с вашим родным братом, я убежден на 100%, все эти признательные показания, вот этот вот негодяй давал лишь потому, потому что понимал, пожизненно ему светит. Поэтому он пошел на сотрудничество добровольное, якобы там кого-то он спасал, тем самым вызвал, к сожалению, вызвал снисхождение у суда присяжек и получил не по жизни, а 23 года. Вот чем руководствовался. Это, конечно, мое субъективное мнение. Это бандит, о котором надо говорить, что это бандит и убийца. И у него это был основной бизнес, и надо здесь из него делать такого некого благодетеля, который всем здесь помогал. Здесь все очень просто. О нем можно говорить как угодно, но нужно признать с одной стороны, он профессионал. И он профессионально убивал людей, он доводил дело до результата, он профессионально выбрал линию защиты, когда он попался, и победил. То есть он получил не пожизненное наказание, как получил любой бы другой, а он получил 23 года. И еще, еще очень важно. Вот здесь было сказано о том, что он убивал за деньги или еще что-то. Понимаете, в бандитских группировках, тем более все-таки у Сильвестра было выстроено не только финансовая составляющая, но и идейная составляющая. Вот правильно было сказано, да? Что в любом случае там присутствует идея, и он себя воспринимал, знаете, как наемник. Он даже, возможно, не чувствовал себя бандитом. И он, устраняя этих людей, он априори понимал, что это враги его семьи. А вот его семьей как раз была бандитская группировка, в которую он входил. А он всегда понимает, что ни на кого положиться он не может, а свои круглосуточно всегда выдержан. То есть за счет этого они действительно совершили... Вот слова, которые говорят о своих шерстобитах, они как бы немножко спорят с вашими словами. Потому что он рассказывает о том, как свои могли пачками убивать своих же. Более того, у них в группировках существовала даже такая вещь, как показательные, публичные казни над своими же. Вот как страшно он про это говорит. Показательные казни, то чтобы другим было понятно, что так делать нельзя. А когда спрашивают, а что он сделал такого? В кулашечках своих. А что он такого сделал-то? Ты непонятно, что он сделал. Вот говорят, что он наркоманил. Да не наркоманил. Он вообще на дух не переносил. Ничего не делал. Не было такого. Потом просто потом уже выяснялось почему. Ну выяснялось уже на следственных экспериментах. Потому что человек сказал, делай. Он сказал, я не буду делать. Вот причина. Причина ничего такого сложного. Просто вот, скажем, вот он не хотел делать. Поэтому он будет обвинен в том, что он не виноват. Но всегда ли, если с волками жить, стоит поволчевать? Здесь получается некоторый парадокс. Вот наши коллеги говорят, он все там придумывает, он изочаряется, чтобы уйти от более сурового наказания. Но то, что Алексей Шостабитов не получил пожизненного заключения, он благодарен только Юрию Глотцу. Потому что если бы не было этого слова... Который говорит, что ненавидит его. Да. Если бы не было этого слова перед присяжными, а наоборот он бы сказал, да, я требую, я прошу, чтобы было воздаяние самой тяж, которая есть в нашей стране, высшая мера, да, то это было бы так. Не было бы этого снисхождения. И еще такой один момент. Очень легко, да, там, пинать, кружи несет наказание. Да, вот сказали, два потерпевших, сказали, что мы знаем заказчика, они называют заказчика. Так вот вопрос к представителям правоохранительных структур, почему уже столько лет называют имя заказчика, который заказывал убийцу, а мы все, мы все вспоминаем Лешу Солдата, который 23 года получил. Почему он не сидит рядом на поведении? Вот все, вопрос. Какая у него крыша тогда? Согласен, и это плодит таких, как Леша Солдат. Но именно в вашей празднике он получается одновременно и жертвой, но и исполнителям, да, и виновникам тоже. Все-таки 12 только доказанных убийств, понимаете, Денис? Вот мы говорим сейчас о 12 доказанных, и это доказанных. Но я вас уверяю, я, конечно, не могу сейчас представить доказательно свои уверения, их в разы больше. Слушайте, пожалуйста, о чем я говорю. Ничего себе! И вот вы, вместо того, чтобы его выставлять жертвой, вы бы посмотрели родственникам в глаза тех, кого он убил. И вы бы с улыбкой на лице так не сидели. Вот посмотрите в глаза. Человеку, родного брата, в весок застрелили. Человек убивал, для него это был бизнес. Это в порядке вещей. Я сейчас говорю о том, что человек в настоящее время признан убийцей. Он получил 23 года. За что? За 12 доказанных убийц. Я вам еще раз говорю, посмотрите в глаза жертвы. Но перестаньте его защищать. Но если это правда, то о чем вы говорите... ...шок даже от 12 доказанных. А ведь рядом с ним еще была женщина, была его семья, мать его ребенка. Догадывались ли они о том, чем занимался папа? Что знали его родные о его работе? Расскажут они сами в студии прямого эфира через пару минут. Россия в прямом эфире. Ему заказали самого Березовского. Киллер номер один. Так называли Алексея Шерстобитова по прозвищу Леша Солдат. Исполнитель самых громких заказных убийств в 90-х. Тюрьма заставила его многое переосмыслить. Почему он выжил в этой бандитской мясорубке 90-х? И как вообще получилось, что он, потомственный военный, стал хладнокровным убийцей? Уникальное свидетельство эпохи в эксклюзивном интервью Шерстобитова прямому эфиру. Вообще очень многое в поступках бандитов 90-х теперь оправдывается самим этим временем. Родилась даже такая фраза. Не мы такие, жизнь такая. Оправдывает ли себя сам Шерстобитов этой фразой? Давайте услышим. Вот эта фраза, она совершенно в корне неправа вообще. Во-первых, мы такие, а не жизнь такая. Именно мы. Потому что хотите Господь, хотите, мы сами такие родились. Мы родились совсем другие. Когда человек рождается, он знает, что такое плохо, что такое хорошо. И почему потом мы вот это вот добро и зло, вот эту границу мы не чувствуем? Ну, я никого не виню. Я сам такой, именно сам такой. То есть я сам это все сделал. Никто не виноват в том, что я такой получился. Да, я попадал в такие вот именно, в такие вот места, в такие события, что я просто где-то сделал неправильный выбор. Вот, в этом виноват только я. Ничего ты не сделаешь. Поэтому вот, поэтому я такой, и жизнь такая. Вот в нашей студии сестра Алексея Шерстобитова, киллера номер один. Здравствуйте, Светлана. Вы знали, Свет, чем занимается ваш брат, когда он был рядом с вами? Ну, вопрос, конечно, немножко странный. Я не думаю, что человек ходил и всем рассказывал, что товарищ... Я не прав всех, вы ближайший родственник, поэтому к вам и обратно. Даже ближайшим родственникам о таком, конечно, не говорят. Вот, естественно, мы все знали, что он работает в какой-то охранной организации. Вот, и, естественно, мы не знали, чем он занимается. Все свои, приходя домой, все он оставлял за порогом. Все свое настроение, все свои проблемы. И, приходя к нам, он приходил всегда веселый, радостный. Это ваша фотография, вот он, вы, это папа, ваш папа, да? Это вам он подарил золотое колечко с бриллиантом, окруженное сапфирами, которое он купил в магазине «Москва». Честно вам скажу, что колец он мне не дарил, вот, точно. А что это за колечко, Илья Александрович? А это была очень интересная история. Это было как раз после того, как его засыпали на одной квартире явочной, он никак не ожидал, что он откроет дверь, ему в лоб упрется ПМ. И он тогда показал чудеса акробатики. Он прыгал через перила на нижние этажи. Это что-то невероятное вообще нормальному человеку, так сказать, просто непостижимо. А потом он пробежал мимо милиционеров, которые оторопели, ворвался в этот самый магазин «Москва» на Ленинском проспекте, поднялся на мужской этаж, схватил какой-то мужской костюм, спрятался там в примерочной, и через пять минут оттуда вышел совершенно другой человек. С заерошенной прической, так сказать. Звучит это как сюжет из какого-то кинодетектива, но это было правда с ним. Правда с Жестобитовым. Это было правда с ним. И потом, прежде чем уйти оттуда, он купил колечко для своей возлюбленной. Вот это самое. И отправился, так сказать, к ней. Для своей возлюбленной. Я являюсь его сестрой разной. Впрочем, возлюбленную вы тоже знали. Ирина, сейчас о ней еще поговорим. А как вы все-таки отреагировали, когда узнали правду о своем брате? Вот кем он был? Что он от вас скрывал все эти годы? Вы знаете, честно говоря, я не была испугана. Я адекватный человек, и я понимаю все, что он делал. Естественно, не просто плохо, да, это ужасно. Но я его сестра, и я его очень люблю. И я его знаю совершенно с другой стороны, с положительной. Сколько он для меня делал, сколько он помогал всем вокруг, как он любил мою мать, как он любит отца. Как он совершенно бескорыстно мог помогать своим друзьям, знакомым, близким в любой ситуации. То есть я его знаю с другой стороны. А кого он убил из ваших родственников? Лично он родственников не убивал. Ну вот то ли ваш жених был, то ли... У меня был муж. Вот муж. Он не убивал моего мужа. А как он с ним поступил? Он с ним не поступил никак. Это... У нас сложилась такая ситуация... Я просто помню, что материал он делал, что он следил или поссорился, по-моему, дома с вашим супругом, да? И потом как бы его убил там возле магазина, что-то такое в этом... Нет, история совершенно... Ну, я не буду давать, чтобы не быть голосовым. Как эта история была на самом деле? Какая она была? Какая история? Ну, история для меня, конечно, совершенно грустная. Убивал, во-первых, не Алексей, а получилось так, что... Я вышла замуж достаточно рано, в 16 лет. Спасибо. Мой муж тоже так совпало был... Я тоже об этом не знала, естественно. Нет, они были из разных группировок. А, я не знала, что с ним. Да. И когда мне было 18 лет, как бы он поднял на меня руку, я от него ушла. Он меня искал везде, и первая, когда моя пришла, к брату, попросила защиты. А, соответственно, брат меня спрятал, он помог. А, мой муж пытался сделать какие-то не очень хорошие вещи по отношению к брату и к его семье. А, вот... Но мой брат пытался, ну, все уладить, этот конфликт пытался уладить. Они решили эту проблему с помощью какого-то человека. И просто убили... То есть Алексей, насколько я знаю, Алексей об этом не знал. Но в том, что вы говорите, мы начинаем сомневаться в том, что вы действительно не знали о жизни Алексея. Ваш супруг был в одной группировке, он в другой. Я сейчас это знаю, понимаете, по материалам дела и следствия. Можно два слова? Да, да, Юрий Ильич. Я вам хочу сказать. Они все собирались за одним столом, они все обсуждали. Все обсуждали свои вот эти вот уголовные какие-то там вопросы. Все друг друга знали, кто чем занимается. Естественно, вот супруг бывший, ныне покойный, он ему даже как бы где-то завидовал. И в показаниях Шерстобитова, там тоже есть материалы дела, где он, как бы так сказать, гордился перед ним, что ли, или хвастался, что он такой вот авторитетный убийца. Поэтому, когда говорят о том, что в семье не знали, ну, я не знаю подробности, я там, естественно... Подождите, в семье дети, женщины, родители. Вот вы представляете, что сидят люди, детьми, женщинами с родителями, вдвоем, между собой, они могли сказать все, что хотели. Я, естественно, в этой семье не присутствовал. Я просто то, что вот краем уха. Понятно. Но, знаете, вот очень важно. Давайте уже услышим самого Алексея Шерстобитова, и он сейчас ответит на вопрос. Какая разница? Знала все-таки его сестра и его жена о том, что, кем он был и чем занимался. Рассказывая эпизод его вынужденных долгих исчезновений из семьи. И вот однажды случилось так, что вы его, с его супругой, для которой как раз он и дарил вот это бриллиантовое кольцо с сапирами, вы его как-то случайно встретили в ресторане в ту пору, когда он исчез из вашей жизни, и вы даже не знали, что с ним. Вот как сам он про это рассказывает. А вы исчезли всегда, обрубая все концы, даже родные не знали? Вообще, ни родные, ни друзья, никто ничего не знал. То есть я находился где-то рядом, но вот никаких отношений, ни поддерживаний, ну это понятно, потому что если ищут, то ищут родных. Если вдруг находят, то сразу притягивают родных, то есть они обычно страдают. Я там от сестренки тоже исчезли лет на шесть. И тут вот зашли с Ириной в какой-то магазин, в ресторан китайский, вот, и вот уже выходя там из сборной, тут такой крик. Лялик! И такая женщина длинного волоса, примерно, да. Прям на руки, плюх, и все. А вы? Не, я тоже, я уже понял, у меня думаю, что я сейчас скажу. А жил не получится, а где был, как ответить? Ну вот она вроде поняла все. Девушка моя говорит, это что такое? Это кто? Она все поняла тогда ваша сестра? Сестра, ну как, у нее тоже судьба такая, у нее же первый муж погиб, он тоже краснопресненский был такой. Второй, тоже достаточно такой человек, к которому она очень нежно относилась, он вообще пропал без вести, то есть ехал на машине и пропал. То есть у нее тоже такая судьба. Ну она где-то так вот, близко очень. Была понимание того, что... Она понимала, где вы, что вы, какие у вас близки. Ну я думаю, да. Какие у вас близки. И ее уже не обманешь. То есть она не то, что она понимала, что вот я занимаюсь вот именно этим. Нет, она понимала, что я где-то вот в каком-то просоюзе в таком вот застрял. Ну видите, в словах Алексея есть предположение, что вы все-таки знали, что вы догадывались, где он, тем более, что вы сами были из того мира, из мира, где вообще даже слушая эти слова, мы видим, где появляется такой окрас у всего такого благородства. Близкие не знают, близкие думают, что мы на нормальных работах. Убийства называются исполнением человека. И вообще убивают только плохих людей. Вот нет такого флера, который романтизирует все это страшное, на самом деле, и кровавое эпоху? Вы понимаете, в чем дело? Люди, которые встают на этот путь, они, правильно было сказано, переступают через себя. Он тоже переступил через себя. Но вы понимаете, советская школа закалки, советское воспитание оставляет корни, которые очень трудно выкорщивать. И у него, кстати говоря, было очень много таких качеств, которые, понимаете, как вот роски сквозь асфальт пробивались и сохраняли человечество. Давайте, чтобы сделать выводы, услышим самого Алексея, вот что творилось у него внутри, как он сам сейчас описывает, когда он всякий раз шел убивать. Каждый выстрел, перешагивание через себя, на самом деле, такой очень тяжелый, для меня, по крайней мере. У меня так не получалось, чтобы взять просто вот и по желанию застрелить человека, так, ну, там или что-то еще заходить. Мне все время приходилось через себя переступать какую-то грань определенную. Когда вот это пересиливаешь, вот этот вот страх, переходишь его, и когда ты видишь, что пушечная пуля попала в мишень, в человека, имеется в виду, и что выстрел удачный, после этого прям такой всплеск мощный эмоциональный получается, с радостью не сомнится, что другое. Это какое-то другое чувство совершенно, но очень похоже на такой восторг, немножко злобный. А потом полная апатия, как будто вот все выжил из тебя. То есть добро такое не бывает, оно не выжимает, оно вот не, как бы не дает такого всплеска национального тепла, хотел растекающегося, это это добро настоящее, от которого нет там восторга, счастлива, еще чего-то такого. То есть сделанное по обязанности, добро так не бывает. То есть так бывает только со злом, с очевидным злом, да? Только злоба, да. Когда над этим задумываешься, когда вот говорят, да выпей, все пройдет, все у тебя будет хорошо, забудешь, там все, водки утонет. Вам так говорили? Да все так говорят, пожалуй. А вот я наоборот никогда не пил, введя в горе, наоборот, старался переварить все на отрезы, вот на отрезы приходят такие мысли. Вот такие мысли приходят и теперь в голову Алексею Шерстабитову, которая отбывает срок в колонии строгого режима. Как же все-таки попался этот, казалось, неуловимый киллер? И что стало с тем, кто ввел этого потомственного офицера в мир ОПГ, авторитетом Григорием Гусятинским? Как сложилась судьба подельников Шерстабитова? Бандитов той поры, где они все теперь? И насколько искренне раскаяние киллера? Вместе с поймавшими Шерстабитова следователями завтра в прямом эфире мы продолжим. До свидания, до завтра. Добрый вечер, Россия в прямом эфире. История киллера номер один Алексея Шерстабитова по прозвищу Леша Солдат. Ему заказывали самого Березовского. Шерстабитов получил 23 года колонии строгого режима. Из них 7 лет уже отсидел. Тюрьма заставила его многое переосмыслить. Как хладнокровный в прошлом убийца пришел к мысли, что когда стреляешь в другого человека, то попадаешь в себя. Уникальное свидетельство эпохи в эксклюзивном интервью прямому эфиру. Шерстабитов потомственный офицер. Но когда армию сократили, новые знакомые по спортзалу предложили послужить им. Сперва он охранял палатки, а после, рассказывает сам киллер, его подставили. Попросили спрятать сумку с оружием. На следующий день сумки на месте не оказалось. И бандиты поставили Алексея перед выбором. Либо пойдешь убивать, либо вспомнишь, что у тебя есть семья, жена и ребенок. Так Шерстабитов стал одним из самых опасных убийц 90-х. Его мишенями становились известные бизнесмены, политики, лидеры преступных группировок. 12 только доказанных убийств. Леша Солдат был и мастером конспирации. Даже следователи долгие годы не могли его поймать. И в какой-то момент даже стали считать Лешу Солдата неким мифическим, собирательным образом. И вот только в 2006 году этого самого неуловимого киллера 90-х вычислили. Это сделал легендарный сыщик. Бывший начальник московского уголовного розыска Александр Трушкин. Александр Иванович, здравствуйте. Александр Иванович, сколько лет вы разрабатывали, говоря на вашем языке этого человека? Сколько лет вы его ловили? Ну, я его не один ловил. В составе нашего отдела МУРа была создана группа из четырех человек. И мы занимались разработкой не только этой группы, а еще и так называемой курганской группировки. С нее все началось. И первые сведения о неком Леше Солдате появились еще где-то в году 96-97. Просто Леша Солдат. Таинственная личность, неуловимый киллер, великий специалист и так далее. Рассказывали какие-то сказки, какие-то легенды. Поверить в это было трудно. Мы стали искать солдата. Никто о нем ничего не знал вообще, ни места жительства, ни что. Просто вроде бы какой-то военный. И так по крупицам собираем информацию, значит, что знали в принципе, какие он преступления совершил. Потому что они были сделаны достаточно профессионально. Не оставляя... По почерку, да? Да, по почерку. Ну и притяжение, мотивы там тоже. Если вы вместе, давайте напомним зрителям, это громкие такие преступления. Убийство Атарик в Антришвиле, убийство вашего, Юрия Александровича, брата Глотцера, Иосифа Глотцера, рестораторы, многих других. Да. Вот. Значит, ну, где-то уже примерно в 98-м году я, можно сказать, случайно обнаружил запись у одного из преступников. Я просто нашел у одного солдат и телефон домашний. Ага. И я даже без всякой надежды, что это тот солдат, начал его уже поднимать. И когда получил фамилию, с удивлением обнаружил, что он, оказывается, последнее время, перед тем, как уволился с военной службы, служил в системе МВД, такие спецперевозки существовали, они сейчас, наверное, вот. И он там служил до 95-го года. В результате чего мы срочно пошли в архив, где обнаружили все полные его данные. Это была первая наша фотография из архива МВД. И в результате уже нам задержанные члены ОПГ его опознали как Лешу-солдата, и отсюда уже пошла работа по установлению конкретной местности. Но эта работа была тоже очень долгая. Долгая. Вопрос в том, чтобы его поймать, значительная часть лидеров и главарей этих группировок, они были пойманы, в конечном счете, за пределами России. Поэтому, если поймать и забл***ть, лечить и осудить такого опасного преступника, это как раз показатель исключительно профессиональной работы. А как сам Шерстобитов? Жил ли он вот эти все годы, пока вы его искали в предчувствии ареста? Вот как сам он говорит про это время? Вот настолько это чувство уже въелось, уже вжилось, да не то, что в душу, в организм уже въелось, что когда ты слышишь там чьи-то шаги, ну скажем, в дом отдельный, ты живешь в нем, а ночью какие-то шаги по снегу, слышишь, дом двухэтажный, в принципе, тебе эти шаги особо-то не должны заставлять. Воспускаешься, смотришь, это за полгода было до ареста. И в принципе, я на самом деле это видел все, и Трушкина видел, и видел, как они собираются, приезжая к дому, смотрели, рекоментировку проводили, и все это видел. Там и опер заходил в футбол смотреть, как наиграли, а я совершенно четко понял, кто он. Все это было, вот какое-то такое, а куда я уеду? У меня уже ребенок, у меня уже думал, куда я уеду? Ну уеду я, просто такая боязнь на самом деле, больше душевная, что если я сейчас покину, останусь один, я понимал, как вы говорите, вот таким одиноким волком я и боялся все время встать. И Ирине я благодарен, в первую очередь, за то, что она как раз и была тем человеком, который не дала мне опуститься так низко. Вот просто таким вот рядом бытием. А сколько прошло времени с вашего последнего убийства до вашего ареста? Шесть лет. Это довольно много. Вы за эти годы как-то, ну уже решили, что все, я с тем вот закончил, что я сейчас легализовался, более или менее, что я вот все, уже в прежней жизни не живу. Ну, конечно. У нас же все развалилось, ну, во-первых, развалилось, вот. Я уже совсем другим занимался там. То есть, понимание того, что вот к тому времени я уже готов был раскаяться. То есть, такое раскаяние, это же не просто человек вот сидит, покуривает, смотрит в окошко, говорит, дай-ка раскаясь. Вот, начинает каяться. Все, он говорит, а что-то раньше не пришел, не сдался в милицию. Нет, он идет и не похож. Я понимаю, что после этого что будет. А еще как бы пожить хочется. Ну, хотелось в этот период. Я почему бы был уверен, что если случится там какой-то арест или еще что-то такое, то, скорее всего, как собаку в луне не пристрелит. А откуда такие серьезные опасения могли быть у Шерстобитова? Почему? Поясните для нас. Почему он думал, что если он попадется, его застрелят? По поводу его задержания? Да. Вот, как он говорит, что там он ждал или не ждал, я, конечно, думаю, что он не совсем думал, что когда-то к нему придет. Он очень хорошо подчислил все свои, как бы, концы во всех преступлениях. Он в последнее время, в 95-м году, если не ошибаюсь, он уже сделал законный паспорт. Законный. Он раньше жил на нелегальном положении, с паспортами разных граждан. И здесь надо сказать одну простую вещь, что вот когда мы его установили в 98-м году, поймать мы его могли быстро. Я уже тогда видел его, мы его видели и ходили за ним, и смотрели, но у нас не было ни одного доказательства на него. Что ему было предъявить? Он делал все преступления один. В итоге, когда мы стали за ним очень-очень плотно так на нем сидеть и контролировать каждый его шаг, он меня не видел ни разу, это он врет. Чисто свой профессионалин показывает, но я с ним сталкивался, он меня не узнавал. Ага. Вот. У меня, члены моей группы, ребята, они даже помогали его и жене, вместе гуляли со своим детям, брали своих детей, гуляли в сквере, где же гуляла его жена с ребенком, помогали там, чтобы устанавливать его там, ну, поближе быть как бы к нему. Но вот что очень важно, просто прокомментирую, чтобы мы поняли. Вот, Александр Иванович, он произнес фразу, что я знал, что если меня, если я окажусь в руках тогда милиции, то меня просто пристрелят. Почему? Как важного свидетеля, как человек, который очень много знал, кто? Ну, дело в том, что тогда ведь была масса группировок, была война между группировками, и чего греха таить, работники милиции тоже порой не все, но частично работали на группировке. Поэтому могли его просто убить, как свидетеля, значит, преступной деятельности, и в этом могли участвовать работники милиции. Я думаю, вот этим можно объяснить будет. Но у меня вопрос, можно Айсан Иванович задать? Да. Айсан Иванович, кроме Атари Квентришвили, вот скажите очень коротко, пожалуйста, кто были жертвы и чем они занимались? Это поможет лучше посмотреть на психологический портрет Шерстобитова. Спасибо. Там были в основном члены других группировок, Измайловская, Медведковская. Мы этого еще коснемся, вы действительно очень важный задали вопрос, нам это больше даст понять не только самого Шерстобитова, но и часто его мотивацию. Он сам об этом много говорил, но у нас уже заговорили о конспирации. Как он описывает вот эту свою жизнь и то, как ему приходилось жить двойной жизнью, даже с собственной женой? Первая супруга, родившая мне сына, в принципе, ему исполнилось полтора годика, и папа исчез. Вот. Исчез, и такой неудавшийся папашка. Дальше мы встречались там, ну, раз, два-три месяца. Соответственно, все сходило на нет, а потом вообще как бы исчезло. Ну, когда мы расстались, вот, увидела старая женщина, там я уже просто придумал легенду, что я как бы работаю на несколько ЧОПов, вот, и просто инспектирую их. Отсюда у меня и оружие, отсюда у меня и техника прослушивающая, и, собственно говоря, и все мое поведение рассчитано на то, чтобы, как проверять. Отсюда и документы какие-то, и еще что-то. В принципе, он тоже не задавал никогда вопросов летом. Очень увлеченный человек, занимался своими делами. Ну, сколько лет вы так прожили и не смогли сказать, и не могли сказать их правду? А как скажешь? Она говорит, Лёля, когда мы с тобой женимся? Как? Я же не могу сказать, она убирает паспорт. Четырнадцать лет прожил под чужими паспортами, они постоянно менялись. Я же не могу так сказать, как ей сказать? Был, скажем, выход, мне говорят, а что ты не увез? В охапку бы уехали. А как я уеду? Как я ей скажу вообще о том, что она не может дальше общаться ни с кем из своих родственников? Как я это могу сказать? Как я могу сказать? Ты имеешь право ходить на работу, ты добился там чего-то со мной, и как я могу сказать, что теперь все, забудь свою карьеру? Я не могу так делать. Поэтому я пытался там, очень надеялся на что-то, но вот что-то как-то не срослось. Насколько искренне то, что говорит Алексей Шерстобитов, и что стало с человеком, который ввел Алексея, этого потомственного офицера, в мир ОПГ, знаменитым вором в законе Григорием Гусятинским? Что вообще стало с подельниками Шерстобитова, бандитами той поры, как сложилась их судьба? Где все они теперь? Узнаем от уникального свидетеля эпохи через пару минут. Россия в прямом эфире. История киллера номер один. Алексея Шерстобитова по прозвищу Леша Солдат. Ему заказывали самого Березовского. Шерстобитову дали 23 года колонии строгого режима. Из них 7 уже отсидел. Уникальное свидетельство эпохи. В эксклюзивном интервью прямому эфиру. Ореховская преступная группировка под руководством Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр. Одной из самых влиятельных ОПГ за всю их историю. Сильвестр контролировал предприятия по всей стране. И даже пытался влиять на политику. Одной из самых громких покушений 90-х. Покушение на Бориса Березовского. Когда взорвали Мерседес олигарха. Это было дело рук Сильвестров. В 94-м взорвали самого Сильвестров. Тогда в его банде начался передел. Ореховские убивали друг друга, сражаясь за наследство Сильвестров. В этой войне... ...бг Григорий Гусятинский. Его заказали прежние соратники. Братья Пылёва. Заказали профессионалу Шерстобитову. Но вот парадокс. Именно Гусятинский втянул Шерстобитова в мир ОПГ. И сделал его убийцей. С каким чувством Шерстобитов ехал в Киев, где тогда скрывался Гусятинский? Что думал он тогда, когда шёл стрелять в своего, в каком-то смысле, криминального отца? Вот, честно говоря, готов, подготовка была определённая. То есть я ездил два раза. Первый раз я поехал туда с таким чувством, с чувством надежды. И какой-то от этой отповившейся надежды какая-то радость у меня даже была. То есть я понимал, что вот я сейчас могу поставить точку. Один выстрел всего-то. Один выстрел, в принципе, такой удачный. В человеке. Но для меня тот период, он уже как бы был не совсем человек, потому что он застал у меня перейти всё человеческое. Переступить эту человеческую грань. И неизвестный вариант, когда вот я был настолько заинтересован, что вот, наверное, в этой ситуации я переступил через этот порог проще всего. Наверное. То есть вот очень быстро всё получилось. А как вы это сделали? Там неудобное такое место было. Вообще стоя, достаточно там неблизко было. И стоя, то есть стоя стоять вообще неудобно. Ещё и на цыпчиках. То есть приходилось так. Ну и он не то чтобы стоял, он так мелькал между нас с навесками. А потом он выстрелил. Результат этого выстрела была кома Гусятинского. И скоро в этой коме он и умер, не приходя в сознание. Александр Евсеевич, вот сказал сейчас Шерстабитов о том, что я думал, что я поставлю точку, сделав этот выстрел. Насколько можно верить этим словам? Я вообще не верил бы, что Шерстабитову и вот то, что он сейчас рассказывает. Это ведь в определённом смысле слова игра. Ну посмотрите, человек пытается создать некий свой образ. Очевидно, что этот человек действительно с мозгами. И он сейчас пытается создать с одной стороны ощущение какого-то даже сострадания. Вот я так сижу, слушаю, ну прям Штирлиц какой-то, 14 лет. Жена не знала, он тут по отдельным паспортам. Вполне, кстати, симпатичный парень, здоровый, умный. Ну и 23 года ты получил, кстати, тоже вопрос. Как Киллер мог получить не пожизненное заключение, а пусть суровый приговор, но именно конкретный срок. Я бы убежал, ну куда же я убегу? Ерунда это всё. Если бы он хотел убежать, поверьте мне, он бы убежал, так как это сделали лидеры той же самой Ореховской преступной группировки. То же самое Буторин. Никакой дружбы, никакого братства, которым так любят они петь в своих песнях под гитару, не существует. Вот вчера его Гусятников подставил, заточил его в банду, заставил его убивать людей. Завтра он пришёл, убил Гусятникова. Послезавтра тот, кто его натравил на Гусятникова, убил бы Шерстобитова. В этом мире нет никаких человеческих законов. Да, это звери, которые зовут по закону звериного мира. Показательные казни, которые происходят в этом мире. Часто друг перед другом, как они часто убивали своих же, рассказывал сам Шерстобитов в нашей прошлой программе. Но вот вы задали вопрос об этом сроке, который он пришёл, 23 года. Почему не пожизненно, хотя, конечно, но очевидно, что это светило киллеру при стольких доказанных убийствах. Вот ответ на этот вопрос есть у человека, который изучил всё гигантское количество томов уголовного дела Шерстобитова. Их было 120 или даже более того. Анастасия Владимировна Бусаева, адвокат Шерстобитова, в прямом эфире. Здравствуйте, Анастасия. Ну, мы слышали, это было и звучало вот вчера на первой программе, посвящённой Шерстобитову. И сегодня, когда, правда, такое непонимание, откуда 23 года, почему такой срок был сюда? Ведь ему явно светило пожизненное при стольких доказанных убийствах. Ну, вы знаете, вердикт присяжных был заслуживает снисхождения. И именно это позволило не назначить ему пожизненность. Почему? Откуда такой вердикт? Откуда такой вердикт? Ну, вы знаете, он рассказал обо всех преступлениях сам, без какого-то принуждения. И когда я первый раз с ним встретилась, я ещё не знала, в чём дело, и не знала, что с ним случилось. Но первое, что он сказал в изоляторе на Петровке, это то, что «Слава Богу, теперь я могу всё рассказать. Теперь упал камень с моей души». Вот это были его слова. Действительно всё рассказывал, Александр Ильич. Да. Но этот камень на душе действительно был? То есть он, что, может быть, он, правда, устал жить, скрываясь, как загнанный волк, и боясь всё время? Ну, знаете, у нас здесь, слава Богу, не играя, верю, не верю. Верю я ему, не верю я ему. Мы имеем дело с фактами. По поводу соразмерности наказания. Я приведу небольшой пример. У нас, насколько я знаю, вот был такой Вова Грибков, да, это с кого начиналась вот эта раскрутка Ореховской группировки. Это был мясник, это было животное, мне доводилось с ним общаться. При этом на этот трупов, на нём, ну, где-то одинаково было, да, с Лёшой солдатом. Так вот, Вова Грибков, насколько я знаю, он сейчас на свободе. Он отпущен по условно-досрочному освобождению. А каких тогда можно говорить 23 года? 23 года солдат получил только благодаря, да, Юрию Глотцеру, который попросил присяжных о снисхождении. Почему? Не знаю. Наверное, он ему поверенит. Но броня, которого Иосифа Глотцера убил. Да, совершенно верно. При этом вы-то принимали это решение, Юрий Александрович, только с целью того, чтобы вам нужен был заказчик. Вас Шерстабитов не очень интересовал. Совершенно правильно. Как бы ни приятно, но вам не было, наверное, потому что человек убил, как вы сами понимаете, у меня другой мотивации не было. А Шерстабитов сдал заказчика? Шерстабитов сдал заказчика? Шерстабитов сдал заказчика, конечно. Другая проблема, что заказчика не только он сдал, но и сдал еще остальные, как бы так сказать, члены этой группировки. Этот человек на свободе, он даже никогда не являлся в зал суда, но, к сожалению, отдел, который занимался... Волота богатая компания, и господин Таранцев, о нем имеете в виду, да? Спасибо вам. Я именно это имею в виду. Александр Иванович, ну вот про сотрудничество со СССР. Здесь разные люди по-разному понимают, чем мотивировал свое такое активное сотрудничество. Тоже расчет, может быть, он все-таки рассчитал, что ему меньше дадут? Что? Или какие-то другие выгоды? Или действительно, как тут говорили, камень с плечи упал, все хотел рассказать? Нет, расчета у него не было. Если бы у него был расчет, он бы просто не говорил о том, что он сделал, и доказать мы бы этого не смогли. С его помощью мы все и доказали, как бы. Я даже согласен с тем, что к нему такая мера применена. Почему? Дело в том, что когда мы боремся с организованной преступностью по-настоящему, когда мы хотим отрубить головы, и чтобы не создавались вот эти все группы, их надо с лидерами тоже, как бы, лидеров туда. И благодаря Грибкову, в частности, удалось вот таких монстров, как братьев Пылевых, Буторина и еще ряд людей, посадить в тюрьму, и теперь группа не создается и не создастся никогда под их руководством. А если бы Грибков молчал, и к нему относились бы сейчас, как к предателю, или как к лицу, который там мясник, или так далее, то посадили бы мы вот этих 50 человек рядовых бойцов, а Пылевых бы сейчас продолжали убивать, как убивали. И вас уверяю, у них не было ни одного шанса остановиться. Они просто убивали, и все. Но чем руководствовал Шрастобитов, как вы сами думаете? Шрастобитов полностью отдался. Вот тот момент, когда он про Гусетинского, вот вы говорили, последний выстрел, тут дело следующее. Значит, он на самом деле, в тайне от всех, решил покончить с этой ситуацией. И он, несмотря на то, что ему в тюрьме грозила опасность за все вот эти злодеяния, которые он совершил, он отказался от госзащиты, которую ему необходимо было представить, чтобы в тюрьме его не убили, то есть другие данные ему туда предоставить, специальную тюрьму ему создать. Он полностью от всего отказался и сказал, что мне на судьбе написано вот сейчас, я буду отвечать полностью. Вот как произошел арест, который изменил его жизнь, и в котором он остался жив, хотя думал, что его обязательно во время задержания должны убить. Я, честно говоря, ехал там в этой газели уже на полу, сидя со связанными руками и ногами, я несколько в шоке пребывал. Вот первые там несколько минут от того, что я, собственно, еще жив. И думаю, и что дальше-то делать? Я не готов жить дальше, я даже не думал об этом никогда, у меня не было планов таких. А тут вот эти планы мне кто-то дал, вот, пожалуйста. То есть это какая-то новая жизнь открылась. Конечно, переход в иную жизнь, он был такой тяжелый, в ожидании пожизненного заключения. В иную жизнь, так называется Шерстобитов, вот этот период своей жизни, после задержания. Значит, когда привезли его на Петровку, ну что? Он говорит, ничего, вы ничего не докажете. Он про каждое свое преступление, естественно, знает. Он подбрасывал следы чужие на места происшествия. Окурки, ну знал, что обычно изымают на местах происшествия. Значит, он все это знал, он прям сразу мне с усмешкой сказал о том, что ты же ничего не докажешь. Ничего не докажешь. Значит, после этого мы с ним стали просто разговаривать. Значит, и стали разговаривать о том, как я его ловил. Вот моя группа его ловила. И когда мы стали ему детали, нюансы кое-какие рассказывать из его жизни, которые он даже не мог себе предположить, что мы так установили такие вещи, что мы задокументировали практически каждый его шаг, а это действительно была многолетняя такая трудная скрупулезная работа. Значит, после этого он посмотрел и сказал, все, я профессионал, поднимаю руки, буду писать. Пока ехали следователи, он уже писал бумагу о том, что у него дома хранится оружие, рассказывает, где там откопать, найти и так далее. То есть ваш профессионализм заставил его, когда он увидел, что с кем он имеет дело, заставил его говорить. Собственно, ваша работа на суду и аплодисменты не было. Я не зря задал вопрос, а кого он убивал? И получили ответ тех, кто сам занимался этим. И уж все же мы люди, и каждый из присяжных наверняка подумал, так же, как в воскресенье, да? А, собственно, кого он убивал? Мало того, что раскаялся, так он еще и подонков чистил. Ну так, для себя где-то в душе и не поднялась. Я вот считаю так, чисто по-человечески. Действительно так? Можно этим оправдаться преступлением, что оказывается это были нехорошие люди? Нет, я считаю, конечно... Ну подождите, брат Глотцера, это что, подонок был или что? Это же не киллер был, ресторатор был. Нет, можно я скажу? Нет, ну о нем я не говорю. Вопрос в том, что он сам не скрывает, и он сам говорил о том, что он работал за деньги. То есть он был наемным убийцей, он был киллером. Ему, естественно, заплатили. Его совершенно не интересует психологический портрет своей жертвы. Это он будет вам тут рассказывать и на экране красоваться о том, что его это волновает. Ну когда вам платят 100 тысяч долларов, по тем временам это огромные деньги, понимаете, ну ему нужно рисовать себе психологический портрет, хороший он или плохой. А то, что убивал он подонков, это мы сегодня как бы понимаем о том, что эта группировка, в которую он входил, я имею в виду вот эта Пылевская, Ореховская группировка, она специально провоцировала, чтобы он убивал, естественно, своих конкурентов. И в то же самое время они убивали своих, тем самым провоцируя некие войны, но при этом контролируя его как убийцу. Вот и вся история. Но вот это правда очень важная тема. Сейчас еще ответить, что двигало судом присяжных, когда они принимали такое решение, но что двигало действительно им самим. Вот какая была технология заказа убийства, как ему заказывали и почему он стрелял не во всех. И как выжил в бандитской мясорубке 90-х. Мы продолжим. Россия в прямом эфире. История киллера номер один Алексея Шерстобитова по прозвищу Леша Солдат. Ему заказывали самого Березовского. Шерстобитову дали 23 года колонии строгого режима. Из них 7 лет он уже отсидел. Уникальное свидетельство эпохи в эксклюзивном интервью прямому эфиру. Вердикт второго суда присяжных по делу Шерстобитова был виновен, но достоин снисхождения. Такое решение объясняют тем, что Шерстобитов сотрудничал со следствием. И еще одним оправданием убийцы. Не во всех, кого ему заказывали, он стрелял. Как он получал эти заказы и почему не на все соглашался? Услышим самого киллера. А вам не объясняли никогда, почему ты должен это сделать? Просто говорили, вот фотография, вот человека зовут так-то. Фотография это в лучшем случае еще. То есть часто бывало там имя, может быть фамилия, или как называется сейчас погремуха какая-нибудь. В основном вот так вот. Да, в принципе, ну обязательно что-то еще говорилось, конечно. Ну, естественно, что-то негативное. Такое порочие, может быть, там, скажем, могли искать, там, ну он педофил, скажем. То есть наверняка люди, которыми это говорили, они меня как-то изучили. Ну, естественно, не без этого. Насколько можно верить? Насколько вы, Анастасия, поверили, когда занимались дело Шерстобитова, этому, то, что он, оказывается, не во всех готов был стрелять? Знаете, это не то, что мотивация была. Он в самом начале, когда в первых убийствах, его жестко, четко контролировали всегда лидеры. То есть они фактически не оставляли ему шанса. И он понимал, что если он не исполнит убийство какое-то, то будет убить сам. Наверное, им двигал страх, конечно. Когда более поздние убийства, когда уже ему доверять стали лидеры ОПГ, он пытался всячески, это его слова, он говорил, что я пытался всячески уйти от исполнения убийства. То есть был у него случай, когда он хотел убить женщину, точнее не хотел, а получил заказ на убийство женщины. И он несколько раз приходил, как-то что-то пытался поменять дату, дни. В результате... Знаете... Да-да-да-да, это вы говорите о Гульнасотниковой, предпринимателе Гульнасотниковой. Семь месяцев она ходила, буквально, в смысле, у него под прицелом, он так и не выстрелил. Но справедливо говорить о том, что его, в общем-то, вот это и в глазах присяжных его как-то оправдало. И как вы сами сказали, они дали ему по этому шанс, потому что вот он не во всех стрелял. В частности, вы говорите, что в женщин он не мог выстрелить. Ну, в частности, да. Давайте мы сейчас все-таки, с одной стороны, уйдем вот от этой героизации. Женщину он не хотел убивать. Значит, и еще раз четко расставим акцент. Речь идет о преступниках, о бандитах, на руках которых огромное количество крови. Но согласитесь, Александр Алексеевич, что сегодня важно понять, не просто так можно сказать, подонок, и с этим наверняка большинство людей согласятся, но понять психологию этого человека и его жизнь тоже очень важно для того, чтобы понять в том числе и это время. Не хочу вас расстраивать, но я думаю, что за один, за два, даже за три эфира вы не поймете психологию этого человека. Но все-таки согласитесь, что там она есть. Конечно, это интересно. Интересно всегда заглянуть за железную дверь, а как это у них устроено. Но я против того, чтобы пытаться объяснить абсолютно звериные и нечеловеческие шаги какой-то нашей людской логикой и психологией. Эрик Славович. Вы знаете, во всей этой истории меня интересует только одно. Я когда вот слушаю все это, смотрю на Шурстобитова, понимаете ли, Шурстобитов, ну что Шурстобитов? Был еще точно такой же Солодник, был точно такой же второй солдат, Саша Солдат, у Орехов. Вы понимаете, это все винтики. Ведь за этими людьми, за этими людьми стояли генералы, такие как Буторин, как Нелюбин, как Игнат. Генералы криминального мира вы имеете? Генералы криминального мира. Эти генералы как раз, понимаете, они должны были нести основную ответственность. И я считаю... Ну и многие понесли, большинство сидят. Минуточку, понесли. Потому что я считаю, что те сыщики, которые работали по этой группе, от Курганцев до Медведовских, а их было очень мало. Кстати говоря, ведь удивительное дело, по существу на своих плечах, вот Трушкин вытащил вообще всю эту бригаду. Вы понимаете, это уникальное явление. И то, что эти ребята получили, Пустовалов и получил Шерстобитов, не пожизненку, это результат их хорошей работы. Потому что генералы-то поехали на пожизненку. Вы знаете что? Вот он молчит, он не хочет говорить об этом. А я вам расскажу. Представьте себе, Испания, Марбеле, Борнель. Там отдыхают наши бандиты. И вот в этот самый Борнель приезжают испанские полицейские. Они блокируют его. Они знают, что там есть Полянский какой-то, есть Буторин. Ну, кто они? И вдруг в центре Европы раздается голос на чистом русском языке. Мур, стоять! Шок! Так. Их сразу берут в браслеты. Это Саша Трушкин. Благодарю. Тут обсуждают вещи довольно яркие, экзотические, но все-таки узкие. Да, человек избрал себе профессию киллера, но были 90-е годы, когда вся страна меняла профессии. Вот он стал киллером, а другой стал банкиром или там... А вы кем были? Кем были еще. Немного людей нужно для этой сферы киллерства. Но многие попадали в себя, потому что вся вот эта вот уголовная романтика, вся эта эпоха больших и опасных возможностей, она питалась энергией распада. Это, во-первых, был распад страны, а во-вторых, это был распад человека, это был распад человеческой души. Вот он предал себя, он был создан для того, чтобы служить... Это сильная формулировка, энергия распада, надо признать. Но вот это правда, стреляя из другого попадающего сюда, ведь он тоже пришел к этому в тюрьму. Нет ли такого соблазна, когда Шерстабитова называют винтиком, нет ли соблазна подумать, что перед ним не было выбора, что... Вот эта формулировка, она развалится, знаете, как, когда вот такой, как Шерстабитов, подходит трубой по голове, бьет, и все умные слова, они тут же исчезают. Понимаете, в чем дело? Я вот пробую... Ладно, тебе еще бьет, если бьет твоим близким. Так вот, я одну вещь еще хочу сказать. Не дай бог, чтобы это как-то услышать. Еще одну вещь хочу сказать, мы обсужаем, там, 23 года или пожизненное. У него очень четко решение проблемы очень простое. Нет у человека... Нет проблем. Нет проблем. Понимаете, поэтому, если Шерстабитов, да, который сейчас, например, 23 года, он должен... ...что как только установлен в законном порядке, будет срок, там, через две трети, да, по-моему? Да. Через две трети, он тут же первым побежит, у него уже адвокаты есть, мы это знаем, он тут же пойдет, скажет, я раскаялся, смотрите, дайте мне условно-досрочно, скорее всего, это будет в каком-то регионе. Он совершенно спокойно, возможно, даже использует те или иные возможности коррупционные, которые у него, безусловно, будут. Он может выйти и рано или поздно, он поселится рядом с нами, рядом с нашими родными или близкими, и завтра в той или иной ситуации он опять увидит решение проблемы очень простое. Все. Ну вот тут прозвучала фраза, Иван, просто я очень хочу, чтобы мы услышали Алексея, сейчас обязательно дам. Вот вы сказали, что вот там работало это правило, нет человека, нет проблемы, но почему это правило не сработало с Шерстабитовым, когда речь зашла о том, что надо убить его прежнюю жену Ирину, вот как он сам про это рассказывает? Мне же сказали, я же узнал, что вот она живела с человеком из другой бригады. Она мне говорила, что я там познакомился с одним банкиром, я говорю, ну слава богу, подумал. Что ж, Листера, свое счастье нашла, тем более банкиром, ничего себе, где я и где банкир, слава богу. Вот он мне говорит, помнишь, что у Курганского-то я, ну, а что твоя там делает? Ёлки-палки, ничего себе. И вот что делать? Украл, вывесал. Вот он мне говорит, знаешь, она обладает информацией определенной, надо что-то с ней решать. Я говорю, что с ней решать? В каком смысле решать? Она говорит, ну как в каком? Она так и останется носителем информации про тебя и про нас, и про всех уже. Давай делай выбор. Ну, то есть, либо мы, либо ты, вы еще с дуба рухнули, как такое может быть. Это потерял дело, на самом деле. И как вы ее спасли? Вот, сказал, что либо я, либо что хотите, делайте. То есть, знаете, я-то спрячусь, потом каждого буду убирать, не надеюсь меня никогда. Ну, что она убьет ее, ну и что, лишаться меня ей нужен. То есть, я тоже понимаю эти, в принципе, какие-то вещи. Вот такие представления, да? Владимир Александрович Колокольцев очень хорошо сказал. Бандиты живут красиво, но недолго. Вот кровь стоила 100 тысяч долларов в месяц, шерстобитому. Теперь 23 года. Но за эти 23 года, за эти 23 года, очень трудно будет ему выжить из памяти 100 тысяч долларов в месяц. Да, у меня вопрос. Вот 100 тысяч долларов, да, вот эта информация, я бы тоже спросил сколько, но слава Богу сказали. А была ли его жизнь на самом деле красивой? Вот эта вот жизнь, я не знаю, выезжал ли он за границу, да? Кутил ли он как-то? Он приобретал какое-то имущество. Я так понимаю, что он скрывался под чужими фамилиями. Нет, это не так. Жизнь его красивой не была. Нет, это не так. Он построил 4 дома. Он покупал драгоценности. Жизнь его красивой не была, но как жить с тем, что на его руках столько крови, как ему самому с этим живется больше, что вы сказали о том, что на его руках много крови, но среди этой крови есть даже и детская кровь. Вот однажды во время покушения погиб ребенок. Давайте услышим. А он же убивает только. Мне не даёт. Я понимаю, что там осужден, там, болеющим за действие убийства. Он понимает, что и там ребенок из-за меня погиб. Тоже все это понимаю прекрасно, но и вину свои чувствую за это. Когда ты о них вспоминаешь, они тянут куда-то. Куда ватно это тянут. Скорее всего, на других-то местах таких, как я, не придуманы. У вас этот разворот к покаянию произошел в какой момент и из-за чего? Я же был на похоронах три детства, где собирались там, ну, предполагаемые враги для того, чтобы там выяснить лица и всё остальное. Вот. И я же видел, кто приходит. Родственники приходят, жена приходит, мать приходит, отец приходит. То есть, понятно, что по-другому, наверное, не могло быть, но ты же не думаешь о них. Что ты наносишь, какую боль ты наносишь родственникам после смерти матери. То есть, я понял, что значит потерять человека по-настоящему, близкого. Для меня это был очень сильный удар такой. Такой ощутимый до сих пор. Вот с этого я начал тоже ощущать, тоже начал понимать. Задумывался, когда попал уже в тюрьму, то все перевернули массу литературы, чтобы вообще понять, в принципе, к чему и что с вами так произошло. Можно ли оправдать совершенное Шерстобитовым самой этой эпохой, девяностыми, лихими девяностыми, так ещё их называют? Сам киллер называет то, что происходило тогда в стране гражданской войной. Как сложилась судьба подельников Шерстобитова, бандитов той поры. И в чём теперь бывший киллер видит свою главную задачу в жизни. Мы продолжим. Россия в прямом эфире. Киллер номер один. Так называли Алексея Шерстобитова. По прозвищу Лёша Солдат. Ему заказывали самого Березовского. Сегодня Шерстобитову дали 23 года колонии строгого режима. Из них 7 он уже отсидел. Уникальное свидетельство эпохи в эксклюзивном интервью прямому эфиру. Вообще, Шерстобитов саму эту эпоху называет гражданской войной. Ну а как ещё её назвать, если погибших не на поле боя, а в так называемых разборках, ну где-то около миллиона. Давайте услышим самого киллера. Ходили и озирались. То есть каждый, ну не каждый день, а какой-то определённый прежуток времени. Скажем, там раз в два месяца. Ну, примерно так вот. Было объявление, там мы сегодня с теми-то у нас вот какое-то столкновение. Мы с ними воюем. То есть это все брали бронежилет у кого были, кому-то выдавали оружие. И все разбегались там по каких-то непонятным хатам. А дальше всё. Мы искали их, они искали нас. Кто быстрее находил, тот выиграл. Вот так вот. Я помню, Миловская церковь. Мы приезжаем мимо Миловской церкви, на встречу едет, я же не помню, Жигуленок. Там вот три милиционера. Они нас смотрят, у нас стволы из окон торчат. Будьте, пожалуйста. Они отвернулись в другую сторону. Всё. Потом мы развернулись, поехали там искать там кого-то уже. Вот мы едем обратно и всё. И они нас смотрят. Мы говорим, всё, мы уезжаем, парни. Вот как бы вот так вот. Вот такая ситуация. Сейчас такую ситуацию представить нельзя. Потому что всё меняется. Сейчас такую ситуацию действительно представить нельзя. Да, я ведь честно вам могу сказать. Я работал в убойном отделе. Ну, в переводе по раскрытию убийства. И когда мы раскрывали, скажем, убийство из корыстных побуждений вот с разбоем сторон. Я не хочу всю бабу ему выпустить вот в этого гада. Вот здесь я сижу. И я ловлю себя на мысли, что да, с точки зрения закона, с точки зрения права, с точки зрения морали, можно сказать, негодяй, преступник и так далее. Но в душе у меня нет того, что было вот тогда, когда-то я раскрывал преступление. То есть мне не хочется его убить. Я не испытываю к нему какой-то ненависти. Может быть, отчасти это посчитали некоторые члены коллегии. Потому что он их убивал, а я с ними боролся. Он убивал тех, с кем вы боролись. К сожалению, может быть, моя профессиональная деформация. Не знаю. Но психологически вот так. Вы знаете, я вот сейчас пребываю в шоке, когда вешают ярлыки и делят жертв по каким-то там признакам. Я не знаю, хороший, плохой. Может быть, завтра будут делить по национальным признакам. Кстати, видите, бизнесменов тоже некоторые, когда их убивают, считают, а что они душевизиты. То есть не жалко. Конечно, естественно. И я понимаю, что, к сожалению, при таком подходе, когда органы, представители органов правоохранительных, органов, я имею в виду господина Александровна, которую я очень уважаю, господина Гурова. Я помню, когда появилась эта статья. Я вам честно сказал. Лев принул и так далее. Я знаю вашу честность. Спасибо большое. И я просто прекрасно понимаю, что в следующий раз следователь, который должен будет расследовать убийство, он прежде всего будет смотреть характеристику этого человека, этой жертвы. И если он по социальным каким-то признакам не подойдет, ему там, я не знаю, не понравится, то вряд ли он исполнил свой профессиональный долг и будет искать этого убийцу. Я, Александр Иванович, но ответьте. Я вам тогда на этот счет вот что отвечу. Несколько тысяч лет идет вопрос, почему человек совершает преступление. И, к сожалению, много выявлен причин, условий, факторов, но до конца мы можем не понять это. Мне кажется, что бессмысленно вообще отвечать на эти вещи, друзья. Совершенно бессмысленно. Вот по этому вопросу я хочу просто, прежде чем вы скажете, что сам Шерст Абитов, те, кто были на прежней программе вчера в нашей студии, это слышали, он сам пришел к тому, что не мое дело судить, кто, какой человек, хороший или плохой. Спасибо ему большое. Он это сказал, да. Значит, друзья, давайте закончим вот эту историю. Это, знаете, история из области, вот хорошим милиционерам хорошие гробы, плохим плохие. Вот один в один только наоборот. Вот этих убивать можно, нам не жалко, потому что, ну, коммерсант, он вроде там что-то где-то, но это из преступной группировки. Еще кто-то в этом зале может поверить, что в 93-м, 94-м годах вот эти головорезы, для которых убить человек, все равно что выпить стакан воды, они другу убеждали, слушай, надо сходить с этого, значит, исполнить. И, кстати, он еще педофил. А солдат говорил, да, ну, вы мне тогда принесите справку из опеки о том, что он педофил, действительно. Ну, прекращайте. Я в четвертый раз сегодня на эфире говорю о том, что речь идет об убийце. И никто не давал права ему судить и определять, можно, нельзя, хороший, плохой. Но сегодня мы видим, я это говорю с полной ответственностью и большим сожалению, сегодня мы видим начало возрождения лихих бандитских 90-х. Мы видим, что идет увеличение преступлений общеголовной направленности. Мы видим, что возрастает количество заказных убийств, покушений. И я, пользуясь случаем, хочу вновь здесь, в этой студии, поставить вопрос о необходимости как можно скорейшего восстановления подразделений по борьбе с организованной преступностью, которые могли бы профессионально, на системной и постоянной основе бороться с такими нелюдями, которых сегодня мы увидели на экране. К сожалению, огромные наработки, уникальный опыт, который создавался на протяжении двух десятилетий, во многом оказался утрачен. Если эту ситуацию кардинально не поменять, я боюсь, что мы можем получить много новых других героев, таких как вот этот солдат. Может быть, чтобы этого не произошло, и полезно поговорить в том числе и об этом целом поколении погибших тогда, в 90-х, ребят погибших на разборках. Давайте услышим самого Шерстовитова, что он говорит об этом погибшем поколении, и в чем видят причины, почему вдруг с целым поколением такое произошло. Погибшее поколение, да, погибшее поколение. Не знаю, поменяли просто какие-то ценности. Ведь не мы же с вами меняем ценности, а нам их меняют. То есть пытаются нарезать. Может быть, какой-то, я не знаю, внутренней свободы не хватало. Может быть, скорее всего, кусок души просто у народа вырвали, а взамен ничего не дали. Просто все начали обращать внимание на кого-то, все начали завидовать. То есть зависть, зависть и дело. Зависть двигала людьми вашего окружения, вот, всеми этими группировками. Знаете, хотелось что-то доказать. Тогда вообще, ну, никакая женщина не хотела уйти за бандит из Виндии. Вы знаете, вот один фрагмент книжки Шерстовитова, это довольно красноречиво, просто правда он привел таблицу судеб многих из его подельников. Александр Алексеевич, поскольку вы об этом много писали, вам все эти люди наверняка знакомы, я просто перечислю, вот, их имя, фамилию, клички и место покоения. Вот, например, Лукьянчик, фавриканец, закопан в лесном массиве. Алексей Садовников, закопан у гаражей, у путевого проезда в Москве. Юрий Федулов, по кличке Шарпей, за место покоения дно Средиземного моря. Некий Володин, по кличке Дракон. Вот только он на Хованском кладбище. И вот так вот, так вот сложилась судьба почти в тех людей, кто стали подельниками Шерстовитова. Но, правда, незавидная доля? Может быть, сама вот эта информация сегодня очень многих остановит... ...и героизации тех времен. Кроме того, есть и другая информация. Это те, кто остались живы и благодаря сотрудникам правоохранительных органов были пойманы и арестованы. Вот тут упоминались такие люди, как Сергей Буторин по прозвищу Ося, такой вор в законе, он осужден пожизненно. Олег Михайлов, хохол, тоже пожизненное заключение. Пожизненно у очень многих, а у многих и довольно долгие сроки в колониях строгого режима. Например, у Вячеслава Пономарева по кличке Моряк, ну и так далее, и так далее. Этих людей, людей десятки, их сотни, у которых вот такая вот незавидная доля. Вы знаете, я благодарю вас за то, что вы меня пригласили на эту передачу. Потому что я вот слушаю все это и смотрю, и перед моими глазами встает Петровка. Московский уголовный розыск, розыск времен криминальной войны, 90-е годы. Людям платили очень маленькую зарплату. Я помню этих сыщиков в поношенных джинсах и в оборванных кроссовках. С синими кругами под глазами, потому что они не спали ночью. Люди по 3-4 недели не приходили домой. Ты же помнишь это время, Саша. Ты же все это отлично помнишь. И вот в это время эти люди, эти люди буквально набросили намордник на бандоту. Деньги сводили с ума. Ну вы понимаете, что такое вот этот самый Шурсабитов? Он мастер, он мастер. Я вам сейчас скажу, вы вот этого не знаете, вы об этом не сказали. Когда он убивал Гусетинского, три пули в одну. Журналисты говорили, это же биатлонист. Три пули в одну. Три пули в одну из мелкокалиберки. Но это что еще? Когда он убивал Глоцера, ему показали его. Причем показал ему шофер. Ты видишь, вот это он и есть. Поехали. Нет, подожди, пригнись. Обычно он стрелял из тонкого оружия, он стрелял обычно из винтовок. А здесь у него был ПМ. В 47 метров пуле висок. Это же потрясающе. Слушайте, этот человек продавал свое искусство. Страшно. Страшно вот такое искусство продавать за деньги, которые тогда к нему шли. А люди, которые вот работали на Петровке и которые стряножили вот таких, как Шурсабитов, понимаете, они страдали. У них разрушались семьи. Они не получали зарплаты. В результате стряножили. И сам Шурсабитов об этом говорил в начале программы, что он все время чувствовал, что рано или поздно стряножит. Рано или поздно поймает, что возмездие будет неизбежно. Александр Иванович. По результатам нашей работы они сидят в тюрьме, поэтому, наверное, неизбежно. Спасибо. Борис, и прежде чем мы закончим программу, я хочу добавить еще два слова. Вот здесь прозвучало и из его уст, и из уст ряда участников программы. Убитые поколения, гражданская война, потерянные поколения. Ерунда все это. Огромное количество людей. Десятки, сотни, тысяч, миллионы тех, кто честно трудился. Но вот сегодня, когда мы слышим о том, как сотрудники, рискуя жизнью, задерживают очередного бандита. Когда мы слышим о том, как гибнут наши ребята, моего поколения, поколения Антона, те, кто как раз попал на 90-е годы. Мое Солнечников, который накрыл себя гранатой, чтобы она не взорвалась и не взорвала других солдат вокруг него. Да сколько вокруг таких у нас примеров. И мне кто-то хочет сказать, что это все люди из потерянного поколения. Нет. Не надо искать оправданий, низости и подлости. И всегда надо думать о том, что рядом с тобой есть те люди, которые, оказавшись сложной жизненной ситуацией, будут искать нелегкий выход из случившегося. Не пойдут убивать кого-то, прикрываясь словами, мы защищаем жену и ребенка, а потом пошло второе убийство, а потом пошло третье, а потом и эту жену, оказывается, ему предлагают убить. Увы, не все лидеры группировок, не все активные члены ОПФ, организованных преступным формированием, находятся сегодня за решеткой в местах решения свободы. Много групп осталось, много из них легализовалось. Но каждого из них обязательно ждет суд. Или на этой стороне света, или на той. Но это будет. И я в этом свято уверен. История и мысли Шерстобитова говорят о том же. Вообще, то, что он получил за 12 только доказанных убийств вот этот срок, 23 года, хотя ему светило пожизненно, он сам считает чудом. И спрашивает себя, для чего? В чем бывший киллер номер один видит свою задачу теперь, сидя за решеткой? Я понял, что я натворил-то, я начал раскаиваться. Это не только это. Я считаю, что основное это поступки, наоборот. Убил, спаси. А как спасти можно? Как я могу спасти, сидя? Как я могу вообще, кто я такой, что спасать? Кем позволено спасать? Это тоже еще надо заслужить, что спасти. Если кого-то убил, теперь спаси человека, да? Этим компенсируй, да? Ну вот, да, спаси. Спасать же можно, предупреждаясь. Можно же так тоже, вроде это не чувствуется, но все-таки. Может быть, это смешно. Но вот я свой такой вижу. Ведь книга же вышла, это же чудо. Ведь зачем-то я остался, это же чудо. Если хотя бы один человек задумается, на моей стадии находящийся, он так же задумается и скажет сам себе, ну, парень, ты знаешь, о чем пишет. Что-то мне надо прекратить это дело, прекратить это все. Хотя бы один спасется, уже хорошо. Сильевцев сказал в свое время, что кто-то пройдет до конца будет жить, как Бог. Ну и много Богов-то осталось. Ведь совершенно четко понимаешь, вот сейчас уже понимаешь, что стреляет человека, падаешь в себя. Только если в него входное отверстие, у тебя выходное. В несколько раз больше. Сердце насквозь все пробитое. То есть ничего не осталось уже живого. Вот к тому времени, когда меня арестовали. Наверняка кто-то будет сомневаться в искренности раскаяния этого человека. Наверняка очень много будет тех, кто уже всю жизнь будут его ненавидеть, потому что не вернут убитых им родственников, потому что сами бы никогда бы не пошли убивать, какой бы выбор перед ними и не стоял. Но вот эта вот одна фраза из всего нашего разговора, когда стреляешь в другого человека, то неизбежно попадаешь в себя, мне кажется, стоила того, чтобы мы взяли это интервью. Это уникальное свидетельство ушедшей. Все же ушедшей. И слава Богу, что ушедшей эпохи. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания.